Кстати, насчет праздника День народного единства, я даже сказал об этом в храме после службы. Вроде как и Казахской Божьей Матери, и День народного единства это же связано все, не просто же так праздник установили. Правильно, я думаю, что праздник хороший, нужный и действительно правильный. Но только народного единства у нас не было никогда и пока еще нет. Это только желательное будущее наше, которое мы хотим, чтобы оно было, можем к этому стремиться, но которое пока не достигается. И так всегда было. И даже наша история, история нашего государства, России, она это доказывает, однозначно, абсолютно. Потому что, если бы наш народ был такой единый, и так бы все было безоблачно, как нам бы того хотелось бы, то отчего же тогда у нас было и смутное время, отчего же тогда и Наполеон к нам пришел, и все остальное. Явно не от того, что у нас все так было замечательно, что Русь такая была прям усвятая, и народ у нас богоносец. Да, народ богоносец, я не спорю, но что под этим подразумевать? Не значит, что он прям такой святой народ и все так идеально, и нам нужно сейчас возвращаться в то наше прошлое. Кстати, после проповеди я говорил об этом какое-то хорошее время, может минут 15. Это нормально, больше не надо. Честно говоря, смотрю я на своих прихожан, в храме стоят люди. Кому я это все говорю? У меня в основном там пожилые люди, бабушки старенькие стоят. У многих от немощей уже тремор трясет всех с огбенной, с клюшками. Конечно, там были и средний возраст, и помоложе люди, но их подавляющее меньшинство. Ну, а я там говорю про историю, про народное единство, про еще что-то. Ну, чего, кому я это говорю? Ну, ладно, думаю, скажу. Все равно молодые присутствуют, хотя бы для них. Ничего же мне для бабушек говорить, для старушек. Хоть для молодых скажу что-нибудь, что на душе лежит. Ну, вот и стал говорить об этом. А потом, после проповеди, когда все стали к кресту подходить, несколько мужчин у нас ходят регулярно, в основном уже пожилого возраста. И вдруг какой-то дядчик такой уже солиденький. И я его, по-моему, первый раз вижу в храме. Он подошел со всеми мужчинами. Сначала мужчина подходит, потом женщина. Вот он со всеми мужчинами подошел и прям заговорил со мной. Говорит, нам нужно царя. Пока у царя у нас не будет, у нас ничего не будет. Я ему возражаю. Я ему возражаю. Говорю. У нас, у народа нашего царя в голове нет. Какого нам царя? Нам хоть кого на престол посадить в Москве. Царство царя. Хоть кого. Но пока у народа царя в голове нет. То нам хоть какой царь будет не царь. Вы знаете, он слушает. Мы несколькими фразами обменялись. Не то, что там разговор, диалог. Тут народ стоит и ждет, пока мы поговорим. Нет. Несколько фраз всего. Он выслушал и говорит опять. Вот-вот, да. Я и говорю. Царя нам нужно. Пока у нас монархии не будет, ничего не будет. Я говорю. Только я вам говорю, что у нас хоть какого нам царя дать. Но пока царя в голове нет. Бесполезно. Он говорит. Да-да-да. Вот правильно. Вот надо царя. Разговор глухого и слепого. Так мы и расстались. Он при своем мнении. Я при своем. В общем, он даже не понял, о чем я говорю. Меня не понял абсолютно. И ушел убежденный, что я выступаю за монархию. Это как про то яблоко анекдот. Помните, я рассказывал, когда отец с сыном ехали. Почемучка сын ел яблоко и все спрашивал. Почему? А это что? А это зачем? А папа почему яблоко стало коричневым? А потом, а с кем ты разговаривал сейчас? Вот я вот после этого сказал. А с кем я вообще разговаривал? Проповедь сказал. Ха-ха-ха. Ну-ка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Похоже на 33%!